привет всем дорогие друзья зрители канала money to money спасибо всем кто заходит смотрит мои выпуски пишет комментарии это сильно поддерживает канал алгоритмы youtube а в этом выпуске хочу с вами поговорить и показать интересные обиходные монеты 2 гривны которые стоят дорого и одну гривну и расскажу немножко об этой теме поделюсь своими наработками каким-то а вот авторским мнением по этому вопросу и также вы можете писать свои комментарии что думаете на ту тему которую мы сейчас с вами обсудим и значит тематика у нас монеты нового образца 1 и 2 гривны которые появляются в обороте с какими-то интересными браками или какими-то интересными заказухами в данном случае мы видим монетку 2 гривны которая у которой нарушена соотношение сторон то есть поворот мы видим аверс относительно реверса или по-другому как нарушение соосности сторон что можно сказать по этому можно назвать его браку или поэтому по этой монете подобные нарушения подобные браки встречались еще на луганском станкостроительном заводе когда чеканились у нас мелкие номиналы такие как две копейки и общаясь в какой-то неформальной беседе вот сотрудниками луганского станкостроительного завода они говорили что действительно были у них и просто они игрались и смотрели как штампуются монетки с разворотом на 180 градусов это вот про две копейки например 93 года и на алюминий который и они рассказывали о том что такие монетки делали и потом бывало что и случайно просто забывали менять штампеля и у нас такая проблема у них была то есть ну не проблема вот такие вот монеты их там раздавали на сувениры и так далее потом даже не обращали внимание не встречались в обороте и выставляются на виолите из там 50 100 с 200 гривен бывали что лоты прям супер разогнанные еще больше набирали то есть это случалось еще и на луганском станкостроительном заводе были гривны которые у нас с 96 года с небольшим поворотом порядка 15 градусов и подобные развороты есть и на мелочи на 50 копейках и на 25 копейках еще 92 года то есть это довольно серьезный обычный такой вот интересный брак касательно новых монет мы видим что встречаются монетки с поворотами уже и в пятерках и в десятках и в двушках поворот может быть как от 5 градусов и больше конечно маленькие повороты ну не интересные людям не интересны коллекционерам они больше ну вот если вас какой-то большой лот или вы собираете повороты тогда можно положить в коллекцию покупать монетку которая стоит ну там 10 20 гривен на торгах при этом еще переплачивать 50 гривен за доставку ну довольно невыгодно и поэтому покупать столько большими лотами зачастую такие монеты но вот повороты здесь как в этом лоте на 180 градусов это я первый раз вижу две гривны они 2021 года вполне вероятно что конкретно эта монета была найдена не просто изображение как брак ну а была уже сделана сотрудниками банка для заработка на коллекционерах так называемая заказуха заказная монета то есть ну достоверной информации у меня нет потому что я не общаюсь не с сотрудниками завода не с людьми которые близки к национальному банку конечно если бы у меня такие знакомые были я думаю вам бы показывал супер раритетные монеты я общаюсь больше с коллекционерами теми людьми которые к себе кладут в коллекцию и благодаря этому у меня есть возможность показать вам на канале на основном канале фартовый коллекционер какие-то ну супер редкие монеты или браки или даже заказухи которые делались до 1 гривна 2014 года на заказ заготовки от двух гривен чего стоит потому что действительно это серьезная вещь такой сделать официально на заводе и конечно же будут отрицать это все сотрудники и так далее но это можно проверить любыми штампелями для любыми замерами что но соответствует касательно того какие монетки можно поискать в обороте и выставить их на торги если их у есть желание заработать на этом или к себе в коллекцию ну конечно это браки с одни про чеканами это какие-то у нас могут быть наплывы металла это смазанные буквы то есть чаще всего бывает что в мелких номиналах но очень плохого качества чеканки монеты это просто-напросто скажем так проблема проблема национального банка ну еще следующая проблема то что людям неудобно не жалуются что это неудобные монеты но что это просто одна и две гривны как копейки которые постоянно теряются в невозможно людям с определенными таким с плохим зрением рассмотреть что-то на той гривне написано тактильно это невозможно просто замерить никак и национальный банк сказал что да мы там рассматриваем вариант того что одна-две гривны переделать каким-то по дизайну был брифинг летом еще и на этом брифинге все это собственно рассказали ну конечно я согласен что действительно с этими проблема с этими монетами реальная проблема и нужно их переделывать вопрос как это будет реализовано скорее всего дизайн они будут сохранять может быть рельеф поднимут или как-то более четче аверс сделаю там где номинал может прощупываться напишите в комментариях что вы думаете каким образом поменяется эта ситуация вот и собственно на таких вот браках можно заработать некоторые люди выставляют их по 20 по 30 гривен по 50 по 100 какие-то браки могут быть конечно более серьезные интересные заказные монеты это когда два аверса два реверса или там разворот на 180 градусов но найти их в обороте но очень-очень сложно и мне кажется даже нереально вот разве что если какую-то партию этих монет на темно чеканили для своих и потом еще рольчик пустили в оборот пускай люди находят радуются и каналы youtube канала делать обзоры на все это и так далее недавно посмотрел я 5 гривен 2018 года в коллекции уже есть у коллекционера визуально мне показалось что это оригинальная монета конечно нужно остерегаться каких-то подделок перерезов там с 19 года на 18 под пробную монетку а вот потому что тираж этих монет был очень заявлен маленький но в целом было интересно пока нет возможности показать вам фотографию на канале на основном или здесь я думаю как возможность у меня появится мы покажем эту монету и при желании я конечно и в руках покрутил бы не только фотографии но это уже с течением времени мы немножко подождем узнаем какая у нее история и вообще сколько такая монетка может стоить я конечно оценивал монету 5 гривен 18 года порядка 100 долларов ну это такое вот мы просто пальцем в небо цифра была конечно же это монета стоит гораздо гораздо дороже при том тираже который заявил национальный банк ну и я говорю что там 10 штук это был тираж каждой монетки 5 и 10 гривен но я думаю это очень сложно достать им на эти монеты возможно будут какие-то другие созданные этими штампами просто-напросто не учтенные в которой не 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 из хранилища нбу то есть такое вполне возможно и люди которым можно предложить какую-то круглую сумму на 500 долларов да мне такую монетку соответственно на чеканец делают вынесут завода и продадут будут рады ну может больше там тысячу долларов то есть это уже зависит от того как насколько какое желание хотелка у тех сотрудников этого завода конечно это вообще предприятие которое строгой отчетности там вряд ли что-то можно вынести с этого национального банка но вы знаете я так судя потому что происходит какие монеты мне показывали деньги решают деньги решают что можно вынести кому-то на подарок может делается и так далее конечно национальный банк на любые обращения может отвечать что это не мы это мы ничего не знаем у нас все засекречено все закрыто ничего вынести нельзя ну а другого они не могут сделать и другого они не могут сказать вот интересно ваше мнение собираете ли вы на цен новые монеты украины в принципе что могу сказать еще по монетам украины смотрите если 1 и 2 гривны будут выводиться у нас из обращения скорее всего будут заменяться на более таки рельефные но может быть не все не все партии которые они на чеканили пошли в оборот там если они там 200 миллионов их сделали этих монет может там пустили 50 миллионов или там 100 миллионов но может быть и не факт что эти все монеты пошли в обращение технически они могут заменить и потихоньку изымать старые и менять их на новый как мы мы видим например сейчас с монетами латунными какая история просто пропадают из обращения латунные монеты скорее всего есть какое-то распоряжение банкам передавать всю латуни 25 копеек 10 ну 25 уже у нас не в обороте но все равно 10 копеечные монеты 50 копеечные все латунные сдавать чтобы их заменять новыми монетами не из латуни потому что килограмм латуни сейчас стоит дороже чем номинал собственно тех монетах которые у нас есть в обороте до 10 на час цена меняется инфляция гривна дешевеет компоненты например к строительству автомобилей там техники все это растет металла растут и будут продолжать расти думаю серебро и латуни ну в данном случае сейчас конечно серебро испытывают небольшую коррекцию и откат по цене это мы кстати видим на сайте монет монет национального банка магазина что инвестиционные монеты подорожа подешевели и можно их скажем так приобрести по довольно неплохой цене но в любом случае я этим не занимаюсь конкретно покупкой металлов потому что там большая наценка за дизайн на тех же на архи стратегах и если покупать то нужно покупать не одну не 2 не 3 не 5 монет это нужно десятками закупаться этими инвестиционные монетами это просто надо на новом этапе замораживать какие-то финансовые свои средства а потому что захотите вы продать быстро сейчас у нас серебро упало вы покупаем они за 1000 гривен там в прошлом году сейчас она стоит 800 ты вы просто каждой каждой монете теряете минус 200 гривен а это существенно на инвестиционных монетах и так далее вот что еще может сказать какие то есть юбилейные монеты которые можно покупать на сайте нбу но вы знаете это проблема постоянные покупки монет ты приходишь сайт зависает и пытаешься заказать расстраиваешься и это просто тратит людей нервы эмоции что не разочаровываются сайт глючит капча не работает я пока не пробую потому что ну сплошное расстройство там раз 10 это пытался заказать разных монет и наборов за это за этот год и за прошлый я понял что проще иногда заплатить там перекупщику или тому кто распространяет или в группах найти каких-то тематических те или иные монеты легче хотя если вы любите азарт попробовать свою удачу конечно почему нет зарегистрируйте себя свою жену своих детей и обязательно заказывайте если есть если вас это будет подгружать вот тем более монетку вы можете купить себе одну в коллекцию остальные например на обмен или на продажу чтобы пополнить себе себе свои монетный ряд юбилейный монет я буду в будущем наверное тоже рассказывать на эту тему вот ну в любом случае друзья спасибо что заглянули посмотреть на этот ролик про 2 гривны и редкая монетка дорогая сейчас такой вот заказная монета вполне вероятно вот пишите ваше мнение по этому вопросу и спасибо что поддерживаете то что канал не монетизируется на нем не показывается реклама по крайней мере которая бы приносила автору деньги нужно набрать 4000 часов а это очень много так что канал пока функционирует на полном энтузиазме иногда какая-то реклама проскакивает на очень очень редко спасибо всем кто посмотрел друзья их и желаю всем хорошего настроения удачи переходите на канал фартовый коллекционер там основной материал с конкурсом на эту монетку и всем пока